всем привет пару дней не был на улице так немножко приболел сейчас тоже еще прибаливаю но все-таки соскучился уже по вам решил немножечко с вами побеседовать и вот вышел на улицу на улице знаете такие кардинальные перемены произошли очень тепло очень приятно и вообще как бы снег практически растаял солнце небо голубое ну в общем отличное настроение для того чтобы поговорить на замечательную позитивную тему как правильно уехать с дальнего востока вот сам я не не собираюсь уезжать ближайшие несколько лет по крайней мере точно вот но все же такая тема живая очень многие люди об этом говорят вот сегодня в очередной раз позвонил мне приятель который уехал недавно в сочи и он вернулся по сути дела в хабаровск вот недавно то есть он полгода где-то прожил и вернулся и в общем то многие люди очень тоже не просто уезжает но и возвращаются по причине того что что-то пошло не так или наоборот как бы люди сравнили и понять что хабаровск лучше вы не поверите ну да так тоже бывает вот хабаровск или дальний восток но именно что касается самого переезда какие здесь моменты у меня очень много знакомых уехала кто-то и вернулся из них я вот немножечко так голове своей анализировал сейчас проезжаем улицу павленко если это кому-то интересно немного анализировал и немножечко посмотрел что нужно и как это делать правильно чтобы это получилось и чтобы ваш переезд он был успешным результативным во многом я смотрю что давайте начнем с того что есть таких три вида людей которым стоит или не стоит переезжать вот первый тип это люди которые у которых еще они молодые у них еще или просто что-то не получилось и они в хабаровске ничего не имеют ниже я ниже денег не какой то высокооплачиваемой работы у них как бы все еще только начало ноль скажем вот таким людям мне кажется если очень есть горячие желание переехать и есть мысль это сделать потому что все равно где начинать начинать ли в хабаровске начинать сочи или в москве или в петербурге или где то еще и если как говорится все равно где-то же лучше наверное не в хабаровске потому что все таки хабаровск мне самый идеальный город для жизни но опять же кому как здесь Я люблю наш город, и не кидайте меня, пожалуйста, камни, я действительно очень люблю наш город. Есть второй тип людей, которые уже чего-то достигли, у них есть какие-то неплохие заработки, может быть появилась какая-то недвижимость первая, появились знакомства, связи, возможности, есть небольшие перспективы, даже хоть небольшие, но есть. Вот таким людям, мне кажется, не стоит переезжать, но это мое личное, конечно, мнение, потому что те вот зачатки, те, то начало, которое есть, и те результаты, и те первые успехи, их можно всех растерять, и там придется все начинать сначала. Мне кажется, есть смысл уже дожать здесь Хабаровский до каких-то более весомых результатов, и если переезжать, то переезжать уже более основательно, с большими возможностями, и с большей вероятностью успеха. И есть третий такой тип людей, которые уже, в принципе, состоялись, либо находятся на пенсии. На пенсии, если люди, конечно, им лучше жить в других городах России, в центральной России, потому что цены там существенно дешевле во многих городах, климат лучше, а пенсия, в принципе, такая же. Главное не выписываться из хабаровских или там дальневосточных квартир. Или тот тип людей, которые заработали прилично денег, у них есть определенный финансовый запас, ресурс хороший. И можно, например, переехать, там сразу же купить себе квартиру, купить несколько квартир на сдачу, или как-то разместить свои деньги. Это уже все по-разному делают. Но в этом случае тоже весьма удачно можно переехать и жить уже как бы сразу с высоким уровнем жизни, что называется, там и с высокой долей вероятности успешного переезда. Именно чаще всего люди, у которых не получается, они переезжают, на мой взгляд, я так, может быть, ошибаюсь, но тем не менее, они переезжают неосновательно, они не готовятся к переезду, потому что первое время, вообще, вы знаете, до трех лет, может, там, а у кого и больше, длится период, пока все не устаканится на новом месте. Идут какие-то с работой, с одной, с другой могут быть, да, например, вы пошли на работу, там что-то пошло не так, пошли на другую, там вас обманули, а у вас резерв маленький финансовый, все, как бы, уже появляются мысли вернуться назад. Очень многое зависит вот именно от финансовой подушки, которую вы себе создадите для того, чтобы уехать. Если, например, вы будете готовиться достаточно серьезно, то вероятность того, что у вас получится, она больше, потому что у вас просто будет и финансовые резервы больше, и, может быть, какие-то другие возможности. Где-то, может быть, вы сможете у кого-то попросить помощи и так далее. Что касается именно самой работы, то получается, что надо быть готовым, что, возможно, за ту же работу, которую вы здесь получаете, одни деньги, в другом месте вы будете получать в разы меньше. И, может быть, ну, как бы, конкуренция там больше намного, люди переезжают, и, естественно, зарплаты очень низкие. Хотя там и расходов в некоторых городах поменьше, но не везде. В Москве, например, там больше. В Сочи, вот сейчас приятель звонил, сказал, что в Сочи абсолютно такие же цены, как в Хабаровске. Вот, поэтому надо быть готовым к таким вещам. Опять же, если, например, вы привыкли здесь как-то комфортно жить, у вас все устроено, то надо быть готовым к тому, что вы переедете, начнете работать там за меньшие деньги, и работать придется намного больше. Больше будет неудобств в связи с тем, что у вас там новый работодатель и так далее. Новые расходы, затраты какие-то связанные с переездом. Вот, поэтому сразу резко падает качество жизни. Надо быть либо к этому готовым, либо, ну, создавать финансовую подушку безопасности очень хорошую. Вот, возможно, вам придется поменять. Очень многие, я вот смотрю, кто уехал, они поменяли вид деятельности. Кто-то что-то предпринимательством занимается, да, кто-то купил грузовичок, кто-то купил какую-то спецтехнику и уже сам на себя работает. Но, опять же, при этом надо иметь очень хороший финансовый запас, чтобы иметь возможность раскрутиться, потому что вряд ли вас кто-то ждет там с распростертыми объятиями. Нужно нарабатывать клиентскую базу, нужно биться, нужно ломать стены. Ну, то есть, конечно, условно говорю, но пробивать какие-то сложные ситуации. И чем больше у вас финансовый будет запас, опять же, тем лучше. Вот, ну, то есть, получается, что либо будьте готовы, что резко ухудшится качество жизни, либо надо прям очень капитально, хорошо подготовиться основательно, как сделали вот многие мои друзья и знакомые. Ну, а многим просто неинтересно, например, они переезжают, заработок резко падает, такие специалисты, например, меньше ценятся или конкуренция большая. А хочется, ну, по-старому жить. И вот этот конфликт старого с новым, он как раз немножечко приводит иногда к тому, что люди отказываются от своей мечты, от своего переезда, возвращаются и живут в Хабаровске, что тоже, я считаю, неплохо, потому что на Дальнем Востоке есть свои возможности, есть свои перспективы, о которых мы уже говорили. Вот. Но мое такое мнение насчет основательности, насчет подготовки. Пишите, какой у вас опыт, какое ваше мнение. Может быть, вам кажется, что я что-то не так сказал. Я еще, в принципе, планирую записать видео о том, в какие городах хабаровчане и дальневосточники переезжают и какая специфика в этих городах, потому что я сам жил много где по России, кроме Питера я практически везде жил в крупных городах. Если вам кажется, что эта тема интересна, если вам интересно, чтобы я ее раскрыл, ставьте, пожалуйста, лайки, чтобы я видел, что ваш интерес, он реальный, он есть. Всем хорошего настроения, всем пока.